Я хотела бы его проверить. Сейчас наши ребята посмотрят, все вам расскажут. Если что-то не так, скажем. Медицинские приборы тоже могут болеть. Даже самый точный аппарат порой подводит, сбивается и показывает неверные данные. Проверить тонометр значит стать увереннее в собственном здоровье, особенно если давление беспокоит. Получилось так, что я утром и вечером меряю давление, а тут началась диспансеризация, я пришла к врачу. У меня большая разница между давлением тем, которое померила я с утра, и давлением тем, которое мне померили на диспансеризации. У меня, так сказать, возникло сомнение. Чтобы развеять сомнения, с тонометром придется расстаться минут на 20, доверить его профессионалам. В этом кабинете работает инженер-метролог. Сначала визуально осматривает аппарат, затем нужно узнать, насколько точны показания. Тонометр подсоединяют к специальной эталонной установке, где заранее задают параметры давления и пульса в пределах нормы. Ну, допустим, сейчас я выбрала 160 на 90 верхнее и нижнее давление и пульс 100. В автоматическом режиме идет подкачка давления на тонометр. И ждем результатов. Показатели верхнего и нижнего давления должны совпадать с теми режимами, которые я выбрала на нашей эталонной установке. Если не совпадут идеально 160 на 90, то допуск у нас плюс-минус 3 миллиметра ратутного столба. Это в пределах допуска. То есть, в принципе, у нас может быть и 163, и на 3 единицы меньше. С этим тонометром все в порядке. Можно пользоваться дальше. Вообще проверять их советуют каждый год или два. Акцию «Будь уверен, будь здоров», когда сделать это предлагают бесплатно, в Севастополе проводят второй раз. Первый раз она проводилась в 2020 году. Тогда было проверено 231 тонометр, который из них 41 был неисправен. Сколько неисправных приборов обнаружат сейчас, говорить пока рано. Акция только началась и продлится три дня. Севастопольцев ждут 6, 7 и 8 апреля по адресу 6-я бастионная, 32. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Новости Севастополя.